МОГИЛЁВСКАЯ МОЗГОБОЙНЯ Здравствуйте, Алексей. Что такое мозгобойня? Многие не знают и не понимают, что это такое. Что это? Это какой-то квест, это какая-то игра. Вот, в принципе, по формату, по жанру. Как вы определяете это мероприятие? Мозгобойня в целом это вид досуга. Это что-то такое отдельное, непривычное, может быть, для многих людей. Альтернатива кинотеатру или бильярду или боулингу, куда можно вечером прийти с командой, с друзьями, посидеть, посмеяться, пообщаться, подгадывать вопросы, покушать вкусно и хорошо провести время. Вот в команде там, может быть, от... То есть это командная игра, мы определились. В целом от двух. Можно и в одиночку иногда играть, проверить свои силы, сколько можно набрать баллов. Силы в какой отрасли, в какой части? В разных областях, в основном интеллектуальные свои силы. Да, кто-то соревнуется и в других, кто больше бокалов пива выпить за вечер. То есть ваша интеллектуальная игра подразумевает свободное нахождение в каком-то развлекательном помещении, будь то ресторан или кафе, где вы обычно проводите эти игры, и абсолютно не запрещает какое-то сообразное проведение досуга, вот в частности с напитками. Ну, многие говорят, что это похоже на смесь брейн-ринга и что, где, когда. Возможно. Каждый преследует свои цели, приходит кто-то помериться извилинами и ответит на большее количество вопросов, кто-то приходит просто общаться, узнать что-то новое, ну и, опять же, поотвечать на вопросы, посоревноваться. Все-таки есть такой элемент. В принципе, вы здесь у нас в Могилеве уже мозгобойня, вот эта вот интерактивная игра, назовем это так, вот отмечает юбилей два года. Что вы можете сказать вот за этот период, за два года, с момента организации первых игр и сейчас? Что изменилось, может быть, да? Ну, во-первых, мы выросли, мы серьезно выросли. Во-вторых, мы сменили уже три заведения. Потому что не вмещалось. Да, потому что не вмещались. Сейчас с нами играет за день порядка 40-45 команд, но в целом есть примерно 100 команд, которые играют не всегда, но принимают участие. То есть в Могилеве уже сформированы 100 команд. Средний возрастной контингент участников? От мала до велика. Есть кто-то приходит с детьми, есть команды, состоящие из взрослых людей, там до 40-45 и так далее. Возрастных ограничений, то есть, абсолютно нет никаких? Вообще никаких нет. Что необходимо, чтобы прийти и поучаствовать в мозгобойне? Регистрация в группе, вся информация есть в ВКонтакте. Вот сегодня, к примеру. Там размещается, да, сегодня будет регистрация на нашу праздничную игру, когда мы будем отмечать два года. Это будет игра в среду. А сегодня в 12.00 в группе будет регистрация. Приглашаемся. Регистрируйтесь. То есть, насколько мы поняли, команда минимума от двух человек. Желательно, конечно, в стандартное количество какое? 4-5, наверное, человек? В среднем 6-7. 6-7. Это удобно, да. Есть много версий, из которых можно выбирать. Нет лишнего шума. Удобно играть 6-7 человек. Вот скажите, я знаю много девушек, которых я, допустим, сам лично приглашаю, они говорят, да я же ничего не знаю, я же ничего не отвечу. Там же просто можно хорошо время провести. В любом случае есть вопросы, на которые все 100% ответят. Даже девушки. Даже девушки. Вот это сейчас спасибо тебе огромное, конечно. Есть вопросы разные, на самом деле. Есть на знания, есть на логику, есть на смекалку, на внимательность. Есть вопросы абсолютно на все темы, на все сферы. Тур музыкальный, тур картинки. Есть тур музыкальный, есть тур, который только из картинок состоит. Есть близстур, там все очень быстро, надо просто реагировать, и на внимательность он скорее. Скажите, если вникнуть в историю организации подобных игр, то, насколько я знаю, у нас, в принципе, в республике похожие или аналогичные, или там кто является, скажем так, стартовым... Мозгобойня в Минске. Стартовым является мозгобойня в Минске, да. Мозгобойня уже пять лет в Минске. Сначала это была игра для знакомых, для друзей. Потом она постепенно выросла, разошлась по Беларуси. Теперь уже играет Россия, Германия, Финляндия. 22 марта уже даже первая игра будет в Нью-Йорке. Ох, ничего себе. А инициатива эта принадлежит все-таки Минчанам. Минчанам, да. Это приятно радует. Друзья, давайте перервемся на нашу рубрику «Оцифровка». Узнаем, кстати говоря, много, достаточной информации из мира цифр. Алексей, можете тоже посмотреть оцифровку, возможно, один из вас. Что-то для себя почерпняте. Это будет новый вопрос на мозгобойню, который пройдет в Север. Затем снова вернемся в нашу студию и продолжим очень интересный диалог. Одним из самых необычных культовых мест в Беларуси назван костел Троицкие Гервяты, который находится в Годнинской области. Этот костел называют белорусским Нотр-Дамом. История костела началась в 1536 году. Сначала он был деревянным. А в 1903 году здесь построили кирпичный костел. Его высота 61 метр. Самая большая щука в мире на сегодняшний день обитает в Северной Америке. А называется она маскинонг. Средний вес такой щучки 35 килограммов, а длина полтора метра. От сородичей маскинонг отличается размерами и продолжительностью жизни. Кстати, официально подтвержденный возраст старейшей щуки на планете равняется 33 годам. Самое колючее животное в мире это дикобраз. Дикобраз выпускает все свои иглы прямо в морду нападающему. И будь это хоть гиена, хоть лев, им в любом случае придется отступить. И очень повезет, если они вообще выживут после такого ядовитого иглоукалывания. Длина иглы дикобраза от 16 до 46 сантиметров. Толщина от 1 до 3 миллиметров. Вы знаете, мы сейчас будем играть в онлайн-мозгобойню. Мы совершенно никак не просматривали нашу рубрику «Оцифровка». Она была исключительно для вас, потому что заготовили небольшой такой тест ведущих ранехонько. Будем надеяться, что мы его успешно пройдем. У нас сегодня в студии организатор игры «Мозгобойня» Алексей Трунов. Алексей, мы уже поняли, что это интеллектуальная больше игра. Да, необходима логика, да, необходима смекалка. Кстати, второй тур для тебя, между прочим, будет интересный. Второй тур новостной. Все, что происходило за последний месяц, наверное, все в вопросах. Поэтому смотреть новости необходимо. Хорошо, Алексей, мы готовы. Пожалуйста, протестируйте нас. Для примера, то есть какие вопросы есть на «Мозгобойне», чтобы вы не пугались, что там только на знания и так далее. Вот, к примеру, в одном из театров Ионии был особый ряд для одноруких воинов. Зачем перед ними сажали ряд лысых рабов? Я знаю ответ на этот вопрос. А вместо аплодисментов, чтобы хлопали-пугали? Правильно, правильно, чтобы они тоже могли аплодировать. А? Не заготовлено было? Хорошо. Сейчас так все и поверили тебе. Да, вот, кстати, правильный ответ, чтобы можно было аплодировать. Аплодировать, абсолютно верно. Давайте, например, из картинок. Вот где нанесено такое вот изображение? Это ветка папоротника, да? Да, ветка папоротника. Видно, что это какой-то разворот. Изображение под ультрафиолетом светится. На купюре какой-нибудь. Витя, я почему-то не сказал. Папоротник, разворот, под ультрафиолетом. Ну, это какая-то купюра денежная. Нет. Сейчас нам вот скричу, уже кто-то отгадал наверняка. А вот сейчас понятно, что не заготовлено было. Не заготовлено, да. Папоротник. Ну, не томите нас, расскажите. На разрезе котлета папоротикветка. Почти. Это паспорт белоруса. Белорусский паспорт у каждого из вас. Да, серьезно. Под ультрафиолетом, да, это светится. Интересно. О, пожалуйста. Паспорт гражданин Республики Беларусь. Да, давайте, например, вот тоже вопрос. Какой буквой закончится эта последовательность? Ой, ну это с логикой. У меня с логикой вообще очень сложно. Михаил, у нас... К-Б-З-Э. М-Б-М-Ш. На зрение. Две буквы, да, еще продолжим? Одна буква. Одна буква. Одна буква. Да, потому что-то... Если почитать формулировку, то станет все очень легко. С. Буква С? Нет, нет. Какой буквой закончится эта последовательность? Видишь, на логику же. Ну, я не знаю. С какой буквой написано, Наташа? Какой буквой закончится эта последовательность? Значит, П. Правильно ответил? П. Какой буквой... Давайте посмотрим. Ах, вот оно в чё дело. Я поняла, что аббревиатура этого вопроса. Прямо этого самого вопроса, да. То есть догадаться было много. Ну, достаточно интересно. Когда ты одно дело знаешь ответ, отвечаешь, а другое дело, когда догадываешься. Скажите, а у вас даются какие-то, ну, не в таком расслабленном состоянии, как мы находимся, а какие-то временные рамки, да, определяются? Временные рамки на один вопрос, да, есть. В среднем это одна минута, но если вопрос легкий, мы даем меньше времени, если вопрос сложный, даем просто больше времени. То есть на месте, по ситуации, если там люди уже опускают головы и начинают писать или просто общаться, мы даем следующий вопрос. Вот. Если же они внимательно смотрят в экраны и пытаются еще вычитать и набрасывают версии за столом... Есть шансы. Да, есть шансы догадаться, и мы даем время больше. Хорошо. А скажите, Алексей, давайте назовем эти громкие имена выдающихся мозгобойцев в Могилевской области. Есть такая команда, которая, ну, уже неоднократно становилась победителем. Я так понимаю, что победители у вас получают фирменную бутылку шампанского, да? Вот есть такая команда, которая этих уже бутылок получила изрядное количество? Да, есть. Ваш коллега Михаил Сирков. Михаил, почему вы от нас скрывали? Почему вы в студию не несете? Нет, мы в три раза выигрывали. Есть еще команда Форум, это такие опытные игроки. Составленные из игроков, что-то и когда. Да, опытные игроки, они тоже довольно часто побеждают. Но есть еще несколько команд просто активных. А самые долгожители, кто пришел к вам сразу и до сих пор остается верен? Да, тоже есть такие. С первой игры буквально играют, наверное, команд 10. Валерию Украинскому передадим привет, он первый участник. Какова периодичность проведения игры мозгобойни в Могилеве? Насколько часто вы это делаете? Две недели. Раз в две недели. А раньше было раз в месяц практически. Михаил, можно я с Алексеем пообщаюсь? Спасибо. Первый год мы играли, были промежутки побольше иногда, просто не получалось по разным причинам. А последний год мы играем уже каждые две недели. Стабильно. И зал забит. И зал забит. Ну, надо сказать, выпала и мне возможность однажды присутствовать на мозгобойне в составе легендарной команды танцевальный клуб «Ровестники». Коллектив. Коллектив. Ровестники через «Т», пожалуйста. Хотела клубом вас сделать, да. Проиграли, потому что женщина на корабле. Кстати говоря, каков процент соотношения мужской части игроков и женской? Мне кажется, поровно. Поровно. Да, есть только женские команды, есть только мужские команды, но большинство стараются разбавить. Алексей, ну, в первый год мужчин было процентов 90, наверное. Нет. Ну, сейчас же у девушек вообще много стало. Просто не обращал внимания тогда на девушек. Они стали наряжаться, красиво прихоражаться, уже ходят, как, знаешь, в театр. То есть вы, в принципе, Алексей, не поддерживаете Михаила в вопросе, что даже девушки могут это догадать. Девушки иногда дают фору даже мужчинам. Дают, да. Безусловно. Есть тем более вопросы, они угадывают гораздо раньше мужчин. На некоторые вопросы есть. У нас стандартный вопрос перевернутые глаза в туре картинок. Чьи-то глаза? Да, чьи-то глаза, там просто вырезаны глаза, они перевернутые, и девушки гораздо раньше всегда дают ответы. Конечно, потому что наблюдательные. Вы планируете расширить географию ваших игр, мест, где будут проводиться игры? В частности, например, порадовать наших зрителей из Круглого, из Кричева поехать вот с таким туром? Мозгобой. Возможно, в будущем, да. Но пока нет. То есть, в принципе, если выйдут с инициативой на вас какие-то молодежные структуры, общественные объединения различных районов, то вполне возможно... Можно пообщаться. Возможно, мозгобойня летом или весной выйдет на природу. На природу, да. Планируем мы большой пикник, сделаем его где-то в окрестностях Могилева. Пока готовим, планируем, но будет грандиозно, масштабно. Как называется группа ВКонтакте Могилевская? Мозгобойня? Мозгобойня в Могилеве, так и называется. Все просто. Все легко и просто. А если не найдете, друзья, ищите... Ай, хватит уже, а! Хватит уже! Подписаны в сообщество Михаила Серкова. Передавайте, пожалуйста, приветы, может быть, проанонсируйте еще раз, где ближайшая игра, а как туда попасть. Кто не играет, тоже вам привет. Приходите к нам. Сегодня в 12 часов будет регистрация в группе. Ровно в 12 появится сообщение. Пишите там, выбирайте уже название команды, звоните друзьям. И в среду играем. В среду играем в Габрово в 7 часов. Всех ждем. Приходите. Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое, Алексей, что вы к нам сегодня пришли в гости. Оставьте планшет с вопросами. Будем надеяться, что вполне возможно, кого-то этот момент заинтересует, и кто-то будет свой досуг проводить вот в такой вот интеллектуальной битве. Мы же продолжаем нашу утреннюю битву с плохим настроением вашим, друзья. Через несколько минут снова в этой студии встретимся.